Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем играть в Empire Total War в прошлой игре. В прошлой серии, точнее, мы захватили Астрахани и трагически потерпели поражение под Чечнёй, под Дагестаном. Но это не беда. Так. Пойдём-ка, объясним ребятам то, что они неправы. Да, и мы потеряли Крым. Но это не беда тоже. Армию возвращаем, тут мы армию будем нанимать. Нужно четыре пушки и... Калмыки есть. Там о чём разница? Дальность 70. А стрелковая кавалерия? Нет, стрелковая кавалерия мне не нужна, мне нужна ближняя. Окей, деньги потратили. Завершаем ход. Убили мы его разведчика. Ироды. Главное, чтобы ещё монголы, короче, неожиданно тут Золотая Орда не вернулась. А мы разве не проиграли? Здесь как бы... Ну, я как бы знаю, что я проиграл. Победа? Дошла? Ну ок, сорян. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Так, в Чечне вроде как бы всё. Я так понимаю. Дикая местность, дикая местность. Это Османская империя на самом деле везде. А мы с Османской империей ещё воюем? Что? А, ну всё. Всё, у нас есть дальнейший план действий. Они у нас в руках! Ну так... Требования капитуляции. Что? Сейчас мы их... А, то есть мы там, получается, не проиграли, а... Типа отошли? Я не понимаю. Ладно, сейчас мы тогда захватим Дагестан. Ваша цель не в том, чтобы разрушить укрепления, а в том, чтобы их захватить. Здания, разрушенные на поле боя, станут руинами и на стратегической карте. Чтобы захватить форн, нужно перебить или обратить в бегство всю вражескую армию. Ваша артиллерия и осадные машины должны находиться достаточно близко от стен. Зелёная стрелка покажет, когда вы подойдёте на расстояние... Так, а вроде я пушки-то не могу двигать, не? Или я, может, чё, не знаю? Ок. Их бы объединить, на самом деле, вот эту вот группу войск. Ну и всё. Поехали. Штурмуя форт или поселение, большинство родов войск пользуются верёвочными лестницами, которые цепляются за стены с помощью кошек. По лестницам карабкаются на стенах. Выберите подразделение и правой кнопкой мыши щёлкните на участок. Почему так, зараза, громко? И вот так вот. О! Блин. Так, артиллерия, собственно... Так, давайте-ка отойдём из-под обстрела. Очень крепкие стены, я вас умоляю. Чё там, конница? Ну, это несерьёзно. И тут кто? Это мушкетёры? О, проход открылся. Тише, 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 тише. Так, замедляемся. Всё, заходим вовнутрь. Говорим, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ребята, отступаем. Отступаем, отступаем, отступаем. Ну, тут мы, значит, должны встречать конницу. Так, тиша, 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 тиша. Сейчас конница, выходит, внимание. Огонь. АТК. Поехали. А это кто? Так, и теперь все дружно входим. Входим, входим, входим. А, ну и всё, собственно, мы победили. Отлично. Героическая победа. Найс. Ну, там что-то какие-то остатки армии оставались. Всё. Вроде как бы Дагестана больше нету, ну, собственно, это весь Дагестан, в принципе. Территорию захвачен. Так, а нам, кстати говоря, надо бы вернуть обратно Крым. Территорию захваченную. Окей. Держава разгромлена. Всё. Найс. Приобретена, собственно. Так, и тут, естественно, найм у нас. Присоединится армия скоро к этим ребятам. Здесь наём войск у нас идёт. Отлично. Здесь инфраструктуру бы поднять, на самом деле. Что даёт домик губернатора? Подорожание порядка в области. Доход позволяет нанимать. В принципе, неплохо. Давайте сначала Москву обгрейдить. Значит, это так. Дороги не построим пока что. В Киеве что можно построить? Оружейный завод. Но, в принципе, да, Киев надо делать, потому что он ближе всего находится к Европе. И будет с него профит потом, чтобы быстро войска перетаскивать. Так, у меня ещё есть тысяча золотишка. Тысяча золотишка. Так, что там по найму-то? Меткость. Тридцать, тридцать пять, сорок. Линейную пехоту, значит, будем делать. Так, ну что. Завершаем тогда ход. Так, у меня есть какая-то цель. У меня есть какая-то цель. Надо посмотреть, какую цель я преследую в этой игре. В этой области есть ценные природные ресурсы, которые мало используются. У меня там армия. Жители области устроили забастовку, объяснив, что новые правительства ущемляют их права национального сопротивления. А, самоопределение, прошу прощения. Так, земной шар. А, эвана как. Прикольно. Ладно, сюда мне ещё рано. Так. Хватит. Не болтай, женщина. Где? А, цели, кстати. На панели заданий собраны сведения обо всех полученных, выполненных и проваленных заданиях. Здесь же вы можете узнать, сколько времени осталось на выполнение задания. Захватите и сохраните не менее 20 областей к концу 750 года. То есть у меня 45 лет ещё. Ключевых областей 2 из 10. Всего областей 10 из 20. А, ну в принципе, то есть мне надо, собственно, как я говорил, Швецию, Эстонию с Латвией, Литву, Беларусь, Крым, Грузию зачем-то и Польшу полностью. Окей. Ну, блин, у меня тут Османская империя рядышком. Это, конечно, не очень приятно. Так, ну ладно, тогда нам, в принципе, наимаем войска, продолжаем инфраструктуру. Дорожку бы апнуть на самом деле. Когда вот это всё мы отменяем. Чего? Для чего? Там тут что-то написано. Для возведения требуется указанная технология. Так. Окей, гугл. Ну ладно. Так, значит, из Черкасска мы армию перекидываем нашему хлопцу. Где он там? Тут бы надо армию объединить, хотя у меня тут вроде они все почти целые. Путёк. Отлично. Ну и всё. И идём, возвращаем Крым. Так, в Дагестане, значит, у нас есть какая-то более-менее армия. Здание, пострадавшее в результате диверсии или во время сражений можно восстановить. Да ладно. Чтобы отремонтировать здание, выделите его и щёлкните на кнопки «Восстановить» слева на панели. Где? Не, не хочу, не буду. Чтобы отремонтировать здание, выделите его на кнопке «Восстановить». Так, ну, допустим. Где? Где восстановить? Ладно, пофигу. Завершаем ход. Надо ещё на Беларусь. У-у-у. Ну, давайте, ребятки, давайте, давайте, давайте. А-а-а. Как это сделать? Инфраструктура, найм войск, армия. Правительство. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Разошлась. Уровень общественного порядка отражает подчинение государственной системе в пределах страны. Если уровень довольства населения становится критически низким, беспорядки, на которые вы не обращали внимания, могут перерасти восстания. Сохранить общественный порядок помогут разумный уровень налогов и гарнизон. Так, освободите область от уплаты налогов. Пожалуйста. Пока что. Ну как, Астрахань-то? Ты чё, алё? Ладно, как тебя закрыть-то? Разблагосостояние. Тебя не надо... Мне надо освобождать от налогов. Кто это сделал? Хотя у меня, в принципе, и так без бабок нормально живётся. Так. Армия идёт на Крым. Вы можете перемещать диверсанта, щёлкая правой кнопкой мыши на выделенную территорию. За один ход диверсант может перемещаться только в её пределах. Щёлкните на персонажа правой кнопкой мыши, чтобы вступить с ним в контакт. Давай убийство. Чёк на кнопке убийства означает, что ваш агент попытается убить вражеского агента, как только прибудет на место назначения. Агент казнём. Если он прибегнет ко всем возможным ухищрениям, его ожидает успех. В случае неудачи он будет схвачен и казнён. Очень жаль. А кто круче? Вот эти ребята круче. Ну, поехали. Так, давайте посмотрим, что тут по развитию можно. Ног. Надо ещё Грузию захватить. Оказывается, неожиданно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И побежал, побежал. Вот тут у меня поп стоит. Так. А ты кто? Ты? Так. Ты кто? С маской. Я не понимаю, кто ты. Россия. Варварские государства. Мирный договор. Ну... Да давай пофигу. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Короче, мне нужен... Как бы это... Где это? Как заключать договоры там и так далее? Нужен дипломат... Дипломат. Я так понимаю. Хватит болтать. Так. Агенты... Дуэль? Что? Линейная пехота. Конный полк. Казаки. Как торговать? А что торговать? Всеобщее довольство складывается из показателей для высшего и... Так это же не мой город-то. Разных категорий населения зависит от разных факторов. Если уровень довольства в одном из сословий настолько низок, что вы не можете поддерживать общественный порядок, возможно восстанет. А, поскольку, кстати говоря... Да хватит болтать, ты меня перебиваешь. Пока мы тут воюем с Османской империей, можно параллельно там захватить Болгарию. И так далее. Но у меня возникает вопрос. У меня возникает вопрос. Подстань. Как вести диалоги? Дворянин надо использовать, наверное, да? Дворянин. Так. Спасибо за инструкцию. Но меня больше интересует, как нанять агентов. Закладка торговли отражает все ресурсы, которыми империя снабжает вашу столицу. Здесь же информация об экспорте торговым партнерам и о доходах, которые приносит торговля с той или иной страной. Ну, спасибо. Это я все знаю. Так. Ну, обычно в найме войск. Как бы. Ну, ладно. Бог с ним. Так, тут у меня сейчас наберется до конца армия. Хотя зачем, если она в Киеве есть? Правильно? Правильно. Очень много пушек, кстати. Да хрена мне столько? Непонятно. Я переборщил, конечно, с пушками. Мягко говоря. То есть, здесь у меня шесть пушек. Здесь у меня четыре пушки, и того их десять. Хотя, в принципе, наверное, нормально. Я ставлю, короче, две пушки просто на защите. Пойдем на Киев. И заодно там повоюем с ребятками. Так, Черкасск. Найм войск. Правительство. Блин, вот как нанимать? Я не совсем раздуплял. Краметры. Пофигу. Так, будем битву за Крым. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, слушайте, я, наверное, даже драться с ним не буду, но это несерьезно. Хотя, давайте подеремся, чего же нет-то. Так, 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 так. Ага, ага, ага. Так, для начала. Лидер сюда. Это конница? Это конница. 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 Это пушки. А меня тут, кстати, с двух ронтов-то не будут атаковать? случайно. Я тут случаем. Вот так. Чисто посмотреть, что тут вообще происходит. Радиус обстрела у пушек просто идеальный. Так, этих всех выставили. Так, этих всех выставили. Отлично. Так, стрелковые юниты. Точнее, точнее, их даже... Ух ты. Здравствуйте. Конница все, да? Найс. А это не конница. Да, так. Надо расставить войска. Вы сюда, вы сюда. Вы, собственно, пучкуетесь. Можно в римском порядке пойти, на самом деле. Так, ради интереса. Конница сюда. Стрелковые юниты, соответственно, должны вообще быть вот в таком порядке. И пойдут они за пехотой, ну, стандартную. А вы, соответственно, в римском порядке, значит, да? И вы, соответственно, у нас как кавалерия, опять сползли, короче. Поехали. Так, подождите. Так, там раз армия. Это не серьезно. А где еще-то? Ух, как далеко. Ух, как далеко я не так армию расставил. Ну, это правда, тоже такая себе армия, честно говоря. Ну, то есть, что? Мы идем под пушками вот это сюда. Это сюда. Вы бежите сюда. Поехали. Тут уже паникеры у них появились, это очень хорошо. А, они пытаются объединиться, но увы. Так, конница уходит. Конница, я сказал, уходит. Я сказал, конница уходит. Ух, нет. Я сказал, конница уходит. Я сказал, конница уходит. Мы сейчас будем заходить с фланга. Я бы даже сказал, в спину. Вот. Вот. Ну. Это сфантиметр. Что? Ух, нет. Можно. Ух. 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 Теперь враг не ожидает И мы заходим С двух сторон Просто махач пошел Тут, естественно, татары держат Просто ошеломительное поражение И отступают И мы пошли В преследование Да Можешь продолжить? Добить? Да ладно Героическая победа Отлично Опять вернули Крым Потерял очень много Противник убит 99 А я еще своих перестрелял Дополнительно Дорога перекрыта Дипломатические отношения Чтобы заключать новые торговые соглашения Открыть панель дипломатических переговоров Можно щелчком на кнопке в правой нижней части экрана Вот теперь как надо дипломатией заниматься Кнопки плюс и минус В левой нижней части экрана Предназначены для изменения масштаба Кнопки со стрелками позволяют просматривать другие регионы А я понял А я понял мы не можем торговать потому что Ну ладно Окей Ладно Идем Заканчивать тогда разговор Молодыми людьми Крыму Ну Требование капитуляции Про денег не сдался Окей Ребят Знаете что А эту битву мы с вами увидим В следующей серии Как вы могли уже догадаться Именно поэтому Дорогие друзья Сегодня Это все И Увидимся мы с вами естественно В следующей серии Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok